Сегодня я хочу снять небольшой видеоролик, видео-обзор паяльника для пластиковых труб, который уже в течение пяти лет пользуюсь. Возможно, вам будет полезно. Фирма Раторика, есть филиал в Москве, есть в Санкт-Петербурге, производит вот такой план агрегата. Сварочный аппарат для раструбной сварки, труб и фасонных свинительных деталей и полимеров. Выпускают два типа моделей, ST32GF и ST63GF. Отличаются они мощностью, ST32GF 800 Вт, мощность, напряжение 220 Вт, контроль температуры от 0 до 300 Вт. ST63GF отличается только мощностью в 1000 Вт. У меня конкретно ST63GF, то есть мощность 1000 Вт. В комплект входит помимо непосредственно агрегата, вот таким образом увеличивающего паяльника, входит еще подставочка. Это труборез, покупал дополнительно просто объем чемоданчика, который также входит в комплект данного агрегата. Достаточно большой, чтобы положить его и постоянно носить с собой. Очень полезная штука, потом покажу, как ей пользоваться. Три вида фитингов. Один из них просто я уже установил. Соответственно, в комплекте к этому данному агрегату шло три фитинга 20 мм, 25 мм и, соответственно, 30 мм. Пардон, 32, я, наверное, ошибаюсь. Да, 32 мм. Следующий по величине идет 40 до 90, минимально 16 мм. Наиболее распространенными в домашнем, скажем так, трубном производстве, это 20-25. Встречается 16. 32 это, наверное, максимальный размер, который я в домашнем обиходе встречал. Но, хотя можно купить и установить на данный агрегат фитинг размером до 90 мм, он его подтянет, можно им пользоваться. Вот. Также в комплект входит еще дополнительно ключ и одна из насадок для того, чтобы еще одновременно с фитингом, допустим, у меня сейчас стоит 25 мм, установить еще другой фитинг, допустим, 20 мм. Я, в принципе, это собираюсь сделать. Почему? Потому что мне предстоит сегодня, по всей вероятности, я планирую работать с этими двумя диаметрами. Тем не менее, вот ключ, непосредственно болт, с помощью которого фитинг необходимого диаметра может устанавливаться на площадку конусовидного, такого типа утюга по форме данного паяльника. Так вот. Что из, скажем так, какие инструкции есть к данному агрегату в комплекте помимо, собственно, гарантийного талона, с печатью производителя. Здесь, вот в этой небольшой совершенно парашюрке, достаточно много информации, полезной для пользователя. А именно, описана, собственно, модель, описаны ее технические характеристики. Диапазон рабочей температуры от минус 20 до 60 градусов Цельсия. Влажность окружающей среды 45-95%. Напряжение 220, плюс-минус 10 вольт. Частота тока 50, плюс-минус 1 герц. Диапазон управления температурой. Диапазон переклеева для данного агрегата составляет 315 градусов по Цельсию. Но, скажем так, наиболее ценными лично для меня, в первый момент, когда я приобрел данный агрегат, были таблички. Тут три таблички. В одной из них, собственно, говорится, какой диапазон температур применяется для работы с трубами различного состава, различного наименования. Тут есть трубы ПВД, ПНД, ПП или ППРС. На всех трубах, которые мы можем приобрести в магазине, есть, соответственно, нанесенная соответствующей красочкой в нужном месте, наименование данной трубы. Вот, допустим, вот эта вот труба, которая у меня в руках, ППР. ППР, не знаю, видно, нет. Потом я еще отдельно фотографирую и размещу в ролике. Здесь она называется ППРС, ну, то есть температура 240-270 градусов. Температура на данном агрегате устанавливается с помощью пульта управления. Больше, меньше задается температура. И потом, по мере нагрева агрегата, эта температура индицируется на данном табло. В процессе пайки это будет хорошо видно. И еще две таблички, на которых, в зависимости от диаметра трубы, с которой вы работаете, указано время прогрева, время, которое дается на перестановку, то есть снятие элемента, который вы паяете непосредственно с фитинга, и, соответственно, время для сплавления двух секций, которые вы разогрели на этом фитинге. Соответственно, потом указано время для охлаждения. Время для охлаждения, допустим, от двух до восьми секунд. Время сплавления секции от пяти до сорока секунд, в зависимости от диаметра трубы. Время перестановки не более от четырех до восьми секунд. Чем больше диаметра, тем больше, соответственно, времени дается. И время нагрева фитнинга тоже самое, от 5 до 40 секунд. Тут в зависимости от диаметра. Останавливаться не буду, это если приобретете, в принципе на любом агрегате это указано, тем не менее вот в этой табличке это есть. И еще одна табличка, где указано время нагрева, время перестановки и время охлаждения в зависимости от толщины стенок. Соответственно там от 2 до 8 мм стеночки и время нагрева от 4 до 5 секунд до 30. Время перестановки 3-5 секунд, время охлаждения 1-2-2-5. То есть здесь более усредненная табличка. Я так подозреваю в том случае, если у вас нет возможности прочитать на маркировке трубы или самому измерить диаметр, то отталкиваться надо от толщины стенок. Но я не такой активный пользователь данного продукта, в связи с тем, что был опыт работы с этим агрегатом за 5 лет, но дальше чем, скажем так, спайка системы отопления для себя любимого, я не продвигался. Ни на заказ никому не делал, ни, скажем так, в промышленных масштабах не производил. Но для себя очень даже не понравилось. Вот. Что из плюсов, прежде чем начнем работу у этого агрегата? Очень четко выдерживает температуру. Паял я даже в ситуациях, мне надо было резко зимой перепаять ниппильную паилочку. Она может быть не требовала такой тонкой работы, как при системе отопления, где более тонко надо было работать, выдерживать все временные диапазоны, можно качественно соединять, ну, непередная паилка, она не под давлением, не под температурой, тем не менее, при температуре что-то минус 20 градусов не надо было делать, тем не менее, температуру вытягивал. При минут 20 он достигал температуры 250 градусов нагрева непосредственно вот этого утюжка. Что еще? Можно устанавливать два фитнинга сразу, и если вы спаиваете трубу разного диаметра, то, соответственно, работать таким образом. Не ждать ничего, а вот сразу два, и поедем. В комплекте, к сожалению, не шел вот такой агрегат, это труборез для пластиковых труб, но очень полезен. Первое время, когда я только что, скажем так, связался с данным агрегатом, паильником, и была задача по ремонту одного из трубных соединений, еще на старой квартире, скажем так, я тогда работал не этим агрегатом, брал займы, и трубы я пилил ножовкой по металлу. Во-первых, муторная, во-вторых, края некачественная, и это достаточно трудоемкий процесс, под углом и так далее, надо зажимать куда-то чего-то. А потом я приобрел данный агрегат, они бывают различных модификаций, зависит, скажем так, от того, какую трубу вам надо перекусить, перерезать. Я так понимаю, что, в принципе, трубу до диаметра 32 мм можно с этим агрегатом легко перекусывать. Все, что дальше, по всей вероятности, если есть либо более мощные резачки, либо, может, действительно, уже необходимо как-то ножовкой, что ли, храпиливать. Не задавался себе этим вопросом, вот на том уровне, который мне приходилось, с чем я сталкивался, я вам сейчас покажу, а дальше уже, скажем так, на собственном опыте, народ. Вот, сейчас что мы сделаем? Сейчас мы включим этот агрегат, и параллельно я покажу, как, собственно, пользоваться резачком. Вот, собственно, труба, которую, прежде чем врезать, необходимо разметить. Нежелательно при работе с трубами, сразу говорю, что-либо делать на глаз. Все надо четко размещать, потому что, если вдруг у вас окажется, что вы ошиблись, у вас труба либо не влезет в то помещение, для которого вы паяете, либо, грубо говоря, наоборот, будет далеко стоять от стенки, вам неудобно будет ее крепить. При работе с 25-мм трубой есть определенные нюансы, которые я уже изучил для себя, базовые. Допустим, если вы осуществляете спайку угловую, то надо учитывать, что в результате применения такого углового соединения у вас длина увеличивается на 1,5 см, на 15 мм. То есть не на 3 см, вот это вот плечо данной трубы, а на 1,5 см. Почему? Потому что труба впаивается сюда. Вот. В принципе, эти 1,5 мм, они играют и в других элементах соединения. Учитывайте этот момент. Единственное, что, как бы, возможно, у разного производителя различная глубина вот этих вот соединений. Проверяйте. Но я не думаю, что она будет сильно отличаться, максимум, там, на пару миллиметров. Тем не менее, это допустимая, конечно, в принципе, я так понимаю, разница между заданными размерами, теми, которые получатся, не критична. Может сыграть, если ошибка накопится. Итак, вот сегодня я собираюсь собрать винипельную паилку. Ну, труба, это самая дешевая, которую я смог купить, это для обычной холодной воды. Сразу для тех, кто впервые с этим делом сталкивается, говорю, что трубы есть разные. Есть для холодной воды, есть для горячей воды. Раньше трубы для горячей воды в основном были с алюминиевой такой пленочкой. И с ней приходилось бороться, в каком плане. Покупали специальные резачки такие круглого, которые, как картофельную шелуху, снимали вот эту вот алюминиевую пленочку, с тем, чтобы можно было спаять эти трубы. Потом их переместили вниз. Сейчас я вот разговаривал с девушкой, в Леуран Грилен, она сказала, что это вчерашний, позавчерашний день. Трубы сейчас, как правило, уже без этих алюминиевых прослойочек. Просто состав вот этого полихор-винила такой, что уже выдерживает низкие и высокие температуры, зависимо от каких-то добавок. У меня был печальный опыт на севере. Я видел, как из-за ошибки тех людей, которые варили систему отопления в Арктике, мы поставили туда, я не знаю, то ли действительно просто трубы для холодной воды, то ли трубы не рассчитаны на высокие температуры. Вот, допустим, есть градиенты, которые прописываются на маркировке. И там написано, помимо того, из чего сделана эта труба, до какой температуры она как бы годна. Либо по маркировке можно определить по таблицам. Проще всего в магазине, первый раз, когда вы с этим будете сталкиваться, подойти и сказать, что вот мне нужно для горячей, для кипятка, грубо говоря, ну, 95 градусов, если память не изменяет, выдерживает вот такие вот трубы без дюралевых прокладочек. И вам подскажут, где они стоят, где их купить. Они стоят, конечно, подороже, но тем не менее, вы будете защищены от того шоу, которое когда-то я видел, когда трубы вот так вот с такими акмедицитами или наростами полурасплавленные, висели в подвальных помещениях домов. Печальная картина. Не ошибитесь таким образом. Так вот, разметили мы это хозяйство. Берем зачек, подставляем и начинаем вот так вот сжимать. При сжимании вот эта вот рулеточка перескакивает с одного зубчика на другой под этого момента, пока мы не дойдем до того размера, который уже соответствует размеру трубы. После этого плавным нажатием мы начинаем, собственно, перерезать трубу. Как видите, все очень аккуратненько, плавненько. Труба перерезана. Не надо никакой пилочки по металлу, не надо ничего изобретать. Когда я работал с трубами для горячей воды, когда собирал систему отопления, то я после того, как разрезал трубочки, я еще аккуратненько обрабатывал края и шлифовал, скажем так, чтобы более качественно происходила спайка. Но сейчас я этим делом заниматься не буду по одной простой причине. Это, скажем так, не такая серьезная конструкция, которую я сейчас собираюсь, как система отопления. Это обыкновенная ниппельная паилка, и там плюс-минус миллиметр особого значения не имеет. Соответственно, я по максимуму собираюсь упростить себе работу. Опять-таки, время ролика не бывает безграничным. Так вот, включаем мы в электросеть данный агрегат, загорается OFF, то есть то, что он выключен. Нажимаем кнопочку, и он начинает нагреваться. До этого температура, когда уже до определенного градуса, скажем так, была нагрета, я отключил его. Вот он остыл до 150 до 78 градусов, сейчас он будет нагреваться. Агрегат у нас нагревается. К этому моменту мы сейчас его отодвинем. Прошу обратить внимание, что вот сейчас, во время демонстрации работы паяльника, я специально поставил его на деревянную разделочную доску. То есть термоизолировал сам агрегат от поверхности стола, чтобы не было пожара. Вообще, конечно, это делается немножко в других условиях. Особенно, если вы заниматься будете осуществлением, скажем так, сборки, проводки, просто воды или системы отопления. Это, как правило, делается до ремонта, во время ремонта. И надо смотреть, чтобы ничего у нас не загорелось. Соответственно, если вы будете заниматься этим уже в благоустроенной квартире, особое внимание уделяйте пожаробезопасности. Вот сейчас таким вот образом я термоизолировал от стола, чтобы не было восполнение скатерти. Сейчас мы уберем чуть-чуть, я покажу, что же, собственно, мы сейчас будем делать. Итак, трубу мы разрезали на необходимые нам по длине кусочки. Это самый длинный у нас кусочек. И целая масса других кусочков. Так как собирать мы будем, скажем так, не до конца герметичную систему, в каком плане. Ниппельная поилочка, вот она, китайская такая штучка, она предполагает, что поилки, которые участвуют в этой системе общей, будут соединяться с пластиковыми трубами путем, скажем так, небольшого термического воздействия с помощью горячей воды. Я это буду показывать в ролике отдельно по сборке, собственно, ниппельной поилки. Посему нам необходимо не собрать полную систему с помощью паяльника, а подготовить элементы данной ниппельной поилки, которые будут, собственно, состоять из чего? У нас, получается, вот эта самая большая труба, это будет выход непосредственно к емкости с водой. Соответственно, к этой трубе мы будем крепить вот трубу и, соответственно, вот такое вот соединение, куда потом будет скручиваться шланг. С другой стороны мы будем делать угловое соединение. И к этому угловому соединению будем присоединять вот такой вот элемент, куда потом будет, соответственно, крепиться, собственно, ниппельная поилка. Поэтому мы сделаем два неразборных элемента, подготовим эти элементы к тому, чтобы потом их собрать в единое целое. Работа намного более простая, нежели собирать систему утопления уже на месте. Поэтому, в принципе, паяльник и сделан с длинной ручкой и с таким конусом, чтобы можно было подвинуть, пролезть туда, куда как бы уже пролезть-то не получается. Вот он узкий носик, и, как правило, фитинг рабочий, который мы работаем, крепится на самый кончик, с тем, чтобы можно было куда-то пролезть. Здесь у меня он находится не на конце носа паяльника, а, наоборот, ближе к базе, потому что мне сейчас не надо никуда лазить. Я делаю так, как мне удобно. Так. Вот, сколько там я болтал. Пару-тройку минут, температура уже 250 градусов. Соответственно, сейчас приступаем непосредственно к спайке тех элементов, что элементы у нас сейчас не связаны в единую систему. С одной стороны, упрощает нам работу, с другой стороны, длинный кусок трубы, значительно проблематичней держать. Ну, опыты трутся, перепрут. Перетрут. Приступаем к пайке. Единственное, что я сразу говорю, перчаточки одевать, что, понятное дело, будете делать аккуратно. Не дай бог соскочит, чтобы вам не получить термотравму. С двух сторон аккуратненько, подпендикулярно держать трубу. Включаем. Секундомер 7 секунд отсчитывает у нас. Раз. Два. Меньше 4 секунд у нас проходит. Вот таким вот образом мы соединяем. И ждем значит, полагающиеся 7 секунд для того, чтобы все это хозяйство у нас паялось. А потом еще 2 секунды настояния. Зачем? Затем, что нам необходимо будет соединение это дальше паять. То есть у нас вот таким вот образом труба будет крепиться непосредственно к стене. И после этого идет уже разветвление вот таким вот образом. Ну, пока я здесь трендил. Прошли необходимые 9 секунд. Уже очень-очень жестко зафиксировалось все это хозяйство. Сейчас найду положение, которое позволит мне хорошо отработать сей момент. Пошел секундомер. 7 секунд. Ну вот, в общем-то этот элемент готов. Вот в этом соединении пускай остывает. Теперь нам необходимо собрать еще одно угловое соединение. Ну, тут уже немножко более скажем так, короткие элементы мы будем использовать. Тем не менее. Берем точно так же. Соединяем единое целое в двухприз. Секундомер. 7 секунд. элемент остывает. Теперь берем остывший элемент, второй элемент конструкции и точно так же продолжаем сборку. под 90 градусов. до упрись. Смотрим на секундомер. 7 секунд. Аккуратненько, чтобы у нас за время меньше, чем 4 секунды соединяем. этот элемент полностью у нас готов. Пускай остывает. Вот, пока еще 7 секунд не прошло. Вроде под другим углом выправил 90 градусов. Этот уже можно убрать. Он у нас в таком виде и будет участвовать в более общей конструкции. Теперь у нас задача теперь какая? Вот эти вот соединительные моменты насадить собственно на участок трубы. То есть опять у нас длинная труба. Опять точно так же мы склеили сплавили точнее этот элемент получилась такая конструкция. Осталось у нас еще собрать один элемент конструкции неразборный скажем так. Вот он. Собственно элемент конструкции готов. Пускай остывает. На сегодня мы задачу выполнили. сейчас выключаем паяльник не выключая его из электросети. Он выполняет остывать. Когда он остынет все эти элементы укладываются включая сам паяльник в тот чемоданчик который продавался вместе с ним и до следующей эксплуатации. Кому это было информативно ставьте лайки. Кто посчитал что возможно где-то что-то я ошибся комментируйте. Так Ириныч данный агрегат мне нравится. Я его давно уже использую. Пускай не так интенсивно как наверное какие-то другие агрегаты. Но те задачи которые от него требуются он выполняет. Что касается цены данного агрегата я не знаю сколько он сейчас стоит непосредственно в магазине я покупал пять лет того назад в представительстве фирмы которая занимается производством этих агрегатов они тогда только-только были выпущены на скажем так рынок отдал я тогда 4700 или 4800 за него вот такой ценник на него тогда был сейчас возможно дороже возможно наоборот подешевели не знаю ну такой агрегат спасибо за внимание но что агрегат агрегат Субтитры создавал DimaTorzok